Друзья, сегодня у нас домашний шашлык, но не мясной, а овощной. Это самое овощное и любимое мое вкусное блюдо. Обожаю, особенно как готовит моя свекровь. Это лучше всего. Чистим вот так баклажаны, эти кусочки. И вот так вот жарим на такой прикольной штуке. Такая сетка, я такого в Украине не видела, но думаю, что есть. И как бы жарим и печем, да, два в одном. Чтобы они были такими мягкими, да. А потом чистим эту кожу, да. Для этого салата нам нужны и перцы, помидоры, зелень и вот помидорчики. Два хватит нам, да? Два помидора, три перца болгарских, три баклажана, один лук, подсолнечное масло и... Надо развить зелень. Угу, смешанная зелень. И петрушка, и укропчик. Здесь все есть. И тут тоже петрушечка есть. Хватит на все, да. И вот набор наших овощей. Мы все вон там запекаем на этом, на огне. Потом чистим кожу. Надо, чтобы они немножко в пакете отпарились, да, чтобы кожа отстала. Аблажан нет, аблажан. Угу. Только, да. Перец? Перец, да. Аблажан сейчас сразу... Чистить, да? Чистить. Ну, давайте, я выключусь и буду... Покажите чуть-чуть, а я потом буду чистить сама. Нет, я буду. Угу. Вот так мы чистим баклажаны. Видите, как они выглядели печеные? Один уже готов. Красотульчик. Ой, как люблю баклажаны. Все-все чистим, чтобы ничего не оставалось черненькое. Потому что оно будет горчить. Ну, так неприятным будет. Мне тяжело. Если пакетик поставить, он не пится и не будет, да, не будет. Ага. Не то. Угу. Все я, видишь, все черное слою. Угу. Опа. Попочку отрезали. Черненькое убрали. Вот так у нас тут система какая стоит. Видите, сеточка такая. Внизу там идет фольга, чтобы это все не забрызгалось. И так вот обжариваем. Очень вкусно. Да. Да. Не, маникюр у вас красивый. Издалека очень красивый. У нас такая домашняя обстановка. Все как по-настоящему. Баклажанчики. Перцы нам надо в пакетик ставить. И очень удобно чистить, да? Волок поставлю. Угу. В этом салате лук и... Ну, а как это... Ну, а как это... Ну, вот так... Полоска. Угу. 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 Ну, по-моему, я... Вы просто лук не любите. Да, вы просто... Я люблю длинный лук везде, но это... Я не думаю, что это меняет вкус. Мне это не меняет вкус. Ну, значит, у вас... Вид. Кто как хочет, как кому нравится посрешить. Мы делаем кубиками. А это... И вот так просто баклажан вот так кромсаем, как маньяк. И он хорошо... Лучок промаринуется с баклажаном, да? Вкус смешается, другой будет. Да? Зачем играться долго, да? Только руки вам не горячо? Нет. Да, да, да. Прикольно. Отбираем зелень. Там уже у нас баклажан и лук. Ммм... Это что за веточка? Какая-то полочка. Мы вот уже поставили помидор. Как бы печь сожарится. Он в последнюю очередь добавляется, потому что оно как бы быстро, да, готовится. Вот тут баклажаны у нас покромсались уже с лучком. Зелень. Там еще все готово. И все быстро. Вы так все быстро делаете? Очень быстро все. Сейчас. Это просто руки. Угу. Похоже, чуть-чуть цепет. Угу. Мы еще там салат тоже готовим. Как винегрет типа, да, будет? Да. Винегрет, да, без фасоли. Винегрет без фасоли. Угу. Воду помидор нагревают, чтобы крови снять. Ага. Как делать? Ага. Как бы парят водой просто. Не то вкусно. Да, я согласна. Это легче, но он не... Угу. Лучше его с кожей пожарить так, чем просто водой залить, да? Горячий помидор. Горячий помидор. Горячий помидор. Баклажан еще один готов. Ой, уже вкусно пахнет. Ну-ну, говорите, что. Нет. Ресторан? Ресторан называется Озеро. Угу. Там все настоящее, как будто себе. И лаваш делали. Там все снимем видео. Глаза такие. Ты можешь его поймать, как бы не хочешь. Угу. Играться как бы. Можешь отпустить ее, просто поймать, да? Можно. Можно. Можешь, можно. Можешь ванную делать. Шашлик делать. Что ты хочешь. Шашлик, все там. Есть. И можешь отдыхать, развлекаться, смотреть. Это, ну, реставра называется. Я вчера тебе давала и купит, но... А это там все... Моя тетя пошла в мир тоже. Угу. Не по что видишь. Ну, можно. И... Вот нам... Пожарить. Пожарить. Минь. А, ты же можешь так делать. Угу. Уничтожать его. Пар идет. Ой, какая вкуснотенья эта, друзья. И шашлык сам себе дома сделал. И правда, вкус остается такой, как будто вот на огне. Серьезно. Аромат. Эта штучка вот так, она добавляет какого-то вот дымчатого аромата. Вот, смотрите. У нас здесь, покажу, мы тут спрятали перцы. Парятся. Они вот под этой пакетом. Ну, на костре понятно. Да, легко отходит от перца. Уже перчик здесь, чистенький. Помидорки там. Ой, смотри, как быстро отходит. На ложку. Прикольно придумали. Вообще, я сколько у вас таких штучек вижу. Таких вроде бы мелких, но сколько полезных. Ну, там, что... Называется сейчас это лайфхак. Это какая-то штучка придуманная, полезная. И удобно. Да, да, да. Вот как на ложке помидор. И руку не так обжигает. И удобно со всех сторон. Он же ж мягкий, в руке не разваливается. И вот так вырезаем серединку. Это тоже не такой горячий, да? Ну, на улице там что-то. А потом будем добавлять в салат что-то, может, какое-то масло, соль и все, да? Соль, подсолнечное... Масло. Ну, на вкусы свои, смотреть, да, что есть дома. И лимон, и кислота ничего от этого не добавляется. Ну, тут кислота от помидора есть. Овощи, да. То только в табуле добавляем, да, кислоту. Красота. Целая тарея костюм для высула. Как нравится. А мы делаем лучше всех. Удобно руками. Ну и все. Можно и так просто положить. Можно и так. Я так. Угу. Я люблю доской, но это чисто просто привычка. Да? У меня много тоже есть знакомых, кто так делает. Просто когда спешишь, не хочешь, доску брать. С одной стороны, это удобно, потому что ты не пачкаешь доску. Бери, ложи на нее. Так быстрее выходит, наверное, даже, да? Да. Какая красота. Сейчас зелень, да. Ребята, она такая вкусная, эта зелень. Я просто бывает, кушая ее, вот беру и ем просто. У нас новая досточка деревянная. Бамбуковая. Бамбуковая. Еще круче. О, сейчас зелень вообще аромат добавит. Потом посолим, добавим подсолнечное масло и оставим, чтобы оно остывало. Оно холодным. Самый вкусный, да. А сако у нас, это мой муж, он кушает только теплым. Очень горячий. Да, я его, и этот салат тоже. Я ему подогреваю в микроволновке, и он тогда кушает. Ну, типа, как шашлык сняли с огня сразу, теплым. А мы нет, мы ждем, чтобы оно все остыло. Вот, соли. Соль у нас не такая соленая, потому что, знаете, в Украине, когда сколько насыпешь, то будет очень пересолено. Ага. Тут у нас остаток масла, но мы еще добавим. Кукурузного, да, добавим? Или такого? Обычного, да? У нас разные масла есть. И оливковое, и кукурузное. Давай. Полезное больше. Оливки надо очень мало. Ага. Ага. Запах дает. Теплый. Да. Да, я правильный. Теряет свои вообще вещества. Другой аромат. Горький какой-то. Говорим о том, что оливковое масло, вот, когда слишком в теплое добавляешь, какой-то неприятный привкус получается. Ну, в теплый салат. Или в горячий. Поэтому мы его используем только в холодные салаты. А сейчас добавим вот сюда еще кукурузного масла. Угу. Ну, так немало, но зато вкусно будет. И начинаем вымешивать эту. О-о-о-о. Я была не голодная. А уже наоборот. Ребят, вы не представляете, какая это обалденная штука. И очень полезная. Да. И считайте, что овощи здесь до конца не готовы. Они же оставили свои полезные вещества. Они как бы печеные. Не жареные, не засушенные. Ничего. Легкие. Да. Очень классно на желудок вообще. И вообще на весь организм. Очень классно. Да, да, да. Все. И оставляем. Да. Металл. Металл.